Здравствуйте, друзья! Я Геннадий Туркин и сегодня в очередном видео обозрении хочу рассказать о новой модели пирамиды, которая ранее была известна и представлена на сайте о полезном применении пирамид под названием «Пирамида Тор». Сейчас эта модель доработана дополнительным элементом в виде того, что верхняя пирамида, так называемый пирамидион, либо вершина пирамиды, будет автономной и может сниматься и взаимозаменяться другими моделями вершины пирамиды в разном цветовом изготовлении. Вершина пирамиды меняется на верхнем основании пирамиды и у нас получается уже пирамида с новым цветовым диапазоном. Так может добавляться каждая из представленных вершин пирамиды и у нас получается большой диапазон выбора разных цветов пирамидок. Это будет полезно для тех исследователей, для тех практиков, которые понимают, что форма пирамиды создает не только энергетическое воздействие на пространство, но энергия пирамиды будет дополняться и обогащаться также цветом формы пирамиды. И здесь можно применять всю накопленную методику в области пирамидотерапии. Поэтому меняя поочередно для тех или иных практик вершину пирамиды, целитель, либо практик, либо какой-то человек, который использует пирамиду в своем применении, будет достигать определенных задач, определенных целей с точки зрения знания о воздействии каждого цвета. В данном случае здесь пирамида с золотым спектром. Можно посмотреть, на какие вопросы может влиять золотая спектральность в практике цветотерапии и предлагать методику работы с пирамидой именно в диапазоне золотого спектра. Поэтому такой подход, такое многообразие моделей вершин пирамид будет расширять возможности для тех или иных методик. Основание пирамиды также имеет такую интересную форму, которая была выбрана специальным расчетом, чтобы максимально использовать внутреннее пространство пирамиды, чтобы можно было удобно под эту зону вводить предметы, размещать сюда кисти рук, органы человека. Сейчас мы продемонстрируем даже буквально, так сказать, в экспресс такой съемки. Вот даже простое применение позволяет человеку проводить сеансы пирамидотерапии и использовать пирамиду как определенный инструмент воздействия на энергетику, на венечную чакру, а также для процедур снятия головной боли, снятия давления, либо наоборот, для переноса энергоинформационного воздействия пирамиды с верхней энергетики человека на его органы здоровья. Итак, в таком методе предлагается новая модель пирамиды Тор со съемными вершинами пирамиды. Сейчас мы сделаем еще крупную видеосъемку. И в дальнейшем данная модель будет предложена на сайте отдельной статьей, изучив которую те люди, которые изучают пирамиды, те специалисты, которые применяют пирамиды в своей практике, получат новый инструмент с расширенными возможностями съемных вершин пирамиды с эффектом цветотерапии. Относительно формы самих пирамидок, то есть здесь применяется пирамида с сотовыми структурами граней. Также в данной модели применяется задействована верхняя зона пирамиды, которая имеет четыре входные окошка со всех четырех сторон пирамиды. И для чего сделаны эти окошки? Для того, чтобы через них была возможность доступа во внутреннюю вершину пирамиды, во внутреннее пространство, для размещения там информационных матриц, либо каких-то носителей информации, например, фитопрепарат, например, лекарственный препарат, либо генетический материал, чтобы пирамида передавала информацию вещества, информацию генетического материала на те процессы, в которых будет применяться пирамида. Например, для зарядки питьевой воды, для зарядки энергетики человека, полезными свойствами данного вещества. Донная зона пирамиды также имеет сотовые структуры. И уже по моему опыту, когда применяются сотовые структуры в работе с пирамидой, то это намного увеличивает возможности и энергетические свойства пирамиды в целом. То есть пирамида с сотовыми структурами работает намного активней и выделяется более мощная энергетика в форме действия пирамиды. На сегодня уже мы имеем большой опыт в применении сотовых пирамид и большинство сотовых пирамид отличаются более активным воздействием по сравнению с пирамидами с обычными гранями. Что хочется сказать о методике. Методика работы с пирамидой также уже дорабатывается и благодаря тем наработкам, которые мы проводили уже за долгие годы в применении пирамид, нами наработан опыт в использовании пирамид для пирамидотерапии, для работы с энергией пирамиды в процедуре активизации здоровья, активизации питьевой воды, активизации энергетики человека. И как правило, средний сеанс воздействия от применения пирамиды можно применять от 15 минут до 20-30 минут за один сеанс воздействия на пациента, на человека. Хотя на самом деле, если человек будет находиться под пирамидой, под воздействием энергетики пирамиды несколько дольше, чем 20 минут, 30 минут, то никакого вреда это не приносит. Пирамида просто переходит в режим пульсации, в режим энергетического дыхания, и человек после определенной процедуры, после того, как он принял основную энергетику от работы пирамиды, просто потом находится, так сказать, в спокойном состоянии энергетики. По методике пирамид, по методике пирамидальных процедур будут даваться отдельные развернутые видео уроки, видеосеансы, и там мы побольше поговорим о том, как конкретно уже работать как с этой пирамидой ТОР, со съемными вершинами, так и с другими пирамидами, которые разрабатываются нами и изучаются в практике пирамидотерапии. С вами был Геннадий Туркин. Приглашаю вас на сайт полезного применения пирамид, на сайт pyramid.org.ua и сайт turkin.biz. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok